Рада приветствовать вас на своем канале! Очень часто у меня спрашивают, как я вывязываю вот такие ушки на шапочке с отворотиком. Я в сегодняшнем видео решила записать отдельное видео, как связать вот эти ушки. Вы вяжете абсолютно любую шапочку с отворотиком на свой вкус, а затем я вам покажу в данном видео, как расположить правильно по окружности шапочки и где должны располагаться ушки. И затем той же пряжей мы будем делать продолжение, вывязывать ушки и делать завязочки. Кому интересно, присоединяйтесь и не забудьте лайкнуть. Для начала нам нужно определиться с окружностью шапочки и сколько набрано было изначально петель для резиночки. У меня было набрано 92 петельки, поэтому исходя из этого я буду делать расчеты. У вас возможно свое число, но делать вы будете все то же самое, что я сейчас. Итак, делим нашу окружность шапочки на 5 равных частей. 2 из частей это будет 2 части переда занимать. Далее по одной части на 1 ушко и на 2 ушко. И 5 часть это затылок. То есть затылок у нас будет по петелькам равняться 1 ушку. Мы 92 петли или изначальное количество петель, которое у вас набрано для окружности головы, делим на 5. То есть на 5 равных частей. У меня это получается 18,4. Соответственно на каждую из частей на 5 поделенных у меня 18,4 петли. Я всегда люблю округлять и мне нравится, когда ровное число. В принципе здесь можно было бы округлить по 18. Но если мы сейчас округлим по 18, то каждая часть 4 десятых с ушко, с затылка и со второго ушка перейдет на перед. И тогда перед станет слишком широким. Поэтому я буду округлять на четное ближайшее число. То есть 20. Мне так удобно. И у меня пойдет 20 петель на затылок, 20 петель на ушко, одно, 20 петель на ушко второе. И все оставшиеся, то есть если мы 92 уберем 60 петель, которые мы забрали на затылок и на 2 ушка, у меня получается 32 петли. То есть на этих двух частях совместно будет 32 петли на перед. В принципе исходя из этого, скажем так, это такая самая удобная для меня формула, которую я чаще всего использую. Далее. Затылок у нас делится, как вы помните, у нас есть начальная петля ряда, то есть отметочка начало-конец ряда, по которому вы ориентировались вязание, скажем так, узора, либо же просто, то есть шапочки. Вы знали, что здесь начало и конец ряда. Я обычно эту петельку переношу на центральную затылку, то есть у нас 20 петель, которые делятся по 10 в одну сторону и во вторую сторону. Обычно это выглядит так. Но есть, как говорится, в каждом правиле исключения, я обычно переношу вот эту петельку в удобное для меня место. В каком плане? К примеру, я сейчас связала шапочку. У меня центр ряда находится на центральной косичке. Мне хочется, чтобы эта центральная косичка была с передней стороны, но у меня всего 5 рапортов и выходит, что у меня центр переда выглядит вот так. Две косы и вот такие вот две ячеечки. Мне хочется, чтобы была коса по центру. Поэтому я вот этот центр затылка, вот эту петельку, скажем так, я отмечала булавочкой, начало, конец ряда, я должна перенести на удобное мне место. То есть либо в одну сторону между, скажем так, ячейками, либо во вторую сторону. Это для того, чтобы, опять же таки, из-за 5 рапортов у меня легла коса по центру передней части. То есть, чтобы коса располагалась у нас спереди, а затем шли уже ячейки с одной стороны и с другой стороны. Вот, поэтому мне придется вот эту косичку передвинуть на, скажем так, бок. То есть поставить между ячейками. И тогда у меня будет центр. Вот, если же у вас узорчик тоже, скажем так, нужно вам подвинуть, поэтому вы подвигаете смело, не бойтесь, если у вас вот это начало, конец ряда, скажем так, окажется на боковой стороне. Этого не будет заметно, все будет хорошо и, скажем так, ничего не будет бросаться в глаза по ходу носки. Подвигаем начальную петельку затылка, то есть центральная она у нас будет, петелька затылка, но начальную петельку ряда в удобное для вас место, если это требует узор. Вот. И тогда делим на затылочную часть. В данном случае я буду делить от центральной петельки 10 петель затылка отсчитывать. У меня будет первая петля ушка, затем я наберу 20 петель ушка первого на спицу. Перед я пропущу центральные мои 32 петельки и с другой стороны, чтобы нам удобно было не считать передние 32 петли, а я просто с затылочной части центра отсчитаю 10 петель в другую сторону и 20 петель одену на спицу для второго ушка. То есть вот они, наши по 20 петелек, уйдут на одно и второе ушко с другой стороны. Итак, для начала я отмечаю центр затылка, переношу его с косы между ячеечками. То есть у меня сейчас вот этот центр будет, но по факту он вот здесь у меня. То есть сейчас мы от центра затылочной части должны отсчитать 10 петелек. Я уже беру спицу, которой вязала резиночку свою для шапочки. И начинаю от первой петельки. У нас их очень хорошо сейчас видно, потому что я делала еще, скажем так, именно линию от ворота меняла петельки. Поэтому если вы присмотритесь, то у вас должны торчать вот такие петли. Если же вы не делали этого, скажем так, разграничения резиночки, то найдите один целостный ряд, по которому потом идите и считайте. Итак, первая петля, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. Далее у нас идет одиннадцатая петля или первая петля ушка. Я сначала без ниточек, без провязывания, просто нанизываю за первую полупетельку первую свою петлю. Вот так вот на спицу. Далее у нас идет вторая изнаночная, третья изнаночная, четвертая лицевая, пятая лицевая. Вот так вот. Восемнадцатая, девятнадцатая и двадцатая петелька. Пересчитайте. Два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать. Вот они, двадцать петель нашего ушка. Двадцать петель затылочной части у нас остались здесь, с разграничением по центру. Вот. И двадцать петель. Получается у нас, если шапочка вот так вот перед, то это левое ушко. И у нас как раз по центру будет вот красивый узорчик, как я и хотела. С другой стороны точно так же мы берем спицу и считаем. Первая петелька у нас вот она изнаночная. Далее. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. Значит, первая петля у нас вот она, лицевая. Я, в принципе, могу, скажем так, для удобства от нее отсчитать еще 20 петель и нанизать. А могу просто отметить вот так вот, продеть какую-то ниточку, кусочек контрастного цвета, либо взять ту же булавочку, вторую. Ну, вот у меня как раз ниточка под рукой. Поэтому я отсчитаю два, четыре, шесть, восемь, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать. Я захватываю первую лицевую петлю слева. Вот, затем две изнаночные, это три петли. Две лицевые, это пять петель. Далее, две изнаночные, семь, восемь, девять, это две лицевые, десять, одиннадцать, две изнаночные, двенадцать, тринадцать, две лицевые, четырнадцать, пятнадцать, две изнаночные, шестнадцать, семнадцать, две лицевые, 18, 19 и 20 отмеченная мною петля. Все, вот таким вот образом мы нанизали 20 петель с одной стороны, 20 петель с другой стороны. Это петли ушка. Здесь, если вы пересчитаете, на передней стороне должно остаться у вас 32 петельки. Я считать не буду. Я, в принципе, думаю, что я нигде не ошиблась. И здесь у нас на затылочной части также 20 петель, как и на ушках. И теперь берем спицу и рабочую ниточку. И будем вязать, начинать первый ряд первого ушка. Мы сейчас с вами свяжем одно ушко, второе ушко вяжется аналогичным образом. Начинаем мы вязание первого ряда и ушко у нас вяжется полой резинкой. Мы натягиваем, не закрепляя краешек ниточки, просто вот так вот на пальчики. И вяжем первый ряд. Первую петлю ряда я провяжу лицевой. В дальнейшем я первую петлю ряда, кромочную, буду снимать непровязанной. Итак, первая петля у нас лицевая. Далее, следующая изнаночная. Но мы изнаночную не провязываем, а отправляем нить перед работой, как бы мы вязали изнаночную. И просто снимаем петельку, ниточка перед работой. Далее, снова следующую петлю я вяжу лицевой. И следующую изнаночную не провязываю, нить перед работой, а просто снимаю петлю. Далее, снова лицевая, непровязанная, изнаночная, нить перед работой. Лицевая, непровязанная, изнаночная, нить перед работой. Лицевая, непровязанная, изнаночная, нить перед работой. Лицевая, непровязанная, далее изнаночная, нить перед работой. Лицевая, непровязанная, изнаночная, нить перед работой. Лицевая, непровязанная, переснятая, изнаночная, нить перед работой. Далее лицевая, изнаночная, не провязанная, лицевая и кромочная петля. Последняя ряда петля будет у нас изнаночная. Поворачиваем на следующий ряд. Во втором ряду все делаем то же самое, только теперь мы четко видим, где у нас изнаночные петельки. Итак, кромочную снимаем. Далее у нас идет изнаночная. Изнаночную мы провязываем только лишь последнюю петлю ряда. В центре вязания у нас изнаночная снимается, не провязанная, нить рабочая перед работой. Далее над лицевой вяжем лицевую, изнаночную переснимаем, нить перед работой. Лицевая над лицевой, изнаночная, не провязанная, нить перед работой. И вот так вот продолжаем вязать. Лицевую вяжем, изнаночную снимаем, не провязанной. Нить обязательно следите, чтобы была перед работой. И чередуем лицевая, изнаночная, не провязанная, лицевая, изнаночная, не провязанная. Вот так вот до самого-самого конца ряда. Последняя петля ряда у нас кромочная петля, изнаночная. И подтяните вот этот хвостик, он у вас уже немножечко подрастянулся, я думаю. И вот как раз таки в начале третьего ряда, у нас это, как вы видите, лицевой ряд, мы свяжем несколько первых петелек вместе в двойную ниточку, то есть вместе с хвостиком для того, чтобы его спрятать. Кромочную петлю снимаем, далее нить перед работой, изнаночную снимаем непровязанной. Далее у нас лицевая, мы лицевую вяжем вместе за две петельки. Далее изнаночную снимаем непровязанной. Лицевую провязываем, изнаночную снимаем непровязанной нить перед работой. Все, завязали наш хвостик, он у нас остается немножечко вот так вот торчать. А дальше мы продолжаем. Лицевые вяжем, изнаночные снимаем, лицевые вяжем, изнаночные снимаем, лицевые вяжем, изнаночные снимаем. Кромочная петля ряда, последняя петля всегда снимается, первая не провязывается. Итак, лицевую довязываем и кромочная петля изнаночная. Так мы провязали с вами 3 ряда полурезинкой. Далее поворачиваем, вяжем 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. То есть сейчас мы с вами начинаем вязать 4. С 4 по 11 ряд мы вяжем просто вот таким вот вязанием лицевые. Провязываем, изнаночные снимаем непровязанными. Лицевые провязываем, изнаночные снимаем. Четвертый ряд до конца и по 11 ряд. Довязали 11 ряд и оказались в начале изнаночного 12 ряда. Сейчас, начиная с этого ряда, мы будем делать убавления в конце каждого ряда, пока у нас не останется, скажем так, несколько петель для того, чтобы сделать закрытие ушка. Сейчас мы кромочную снимаем, как всегда, изнаночную не провязываем. Лицевую вяжем, изнаночную не провязываем до двух последних петель ряда. То есть вяжем все, как вязали до этого, только лишь до двух последних петель, не довязываем в изнаночном 12 ряду. Вот так вот дошли до конца. У нас предпоследняя перед кромочной петля лицевая, а далее кромочная петля. Мы над лицевой вяжем лицевую, затем с правой спицы мы спускаем обратно на левую провязанную лицевую и на нее перекидываем непровязанную кромочную петлю. Затем возвращаем петельки обратно на спицу. Мы таким образом сделали первое сокращение. Далее это уже теперь кромочная петля, петля убавления. И мы ее снимаем непровязанной и снова в лицевом ряду мы вяжем петельки, как и прежде лицевые вяжем, изнаночные снимаем, до двух последних петель уже в лицевом ряду. Вот таким вот образом, как и вязали. Далее изнаночная вот у нас снятая, непровязанная и в конце ряда у нас остается лицевая и кромочная петля. С лицевой стороны мы просто две эти петельки вяжем вместе, одной лицевой за передние полупетли. Далее снова разворачиваем на изнаночный ряд, кромочную петлю убавления снимаем и далее вяжем лицевая, лицевой, изнаночную снимаем, до двух последних петель в изнаночном ряду. И далее у нас в изнаночном ряду предпоследняя петля перед кромочной, изнаночная, поэтому мы вяжем над ней изнаночную. Вяжем, нить отправляем перед работой и переносим обратно провязанную петельку на левую спицу. Затем кромочную одеваем на эту провязанную изнаночную петлю и обратно возвращаем эту петельку на правую спицу провязанной. Теперь самое главное, заостряю ваше внимание, возможно вы не заметили, но с лицевой стороны мы с вами делали убавление, просто провязывали две петли вместе одной лицевой, а с изнаночной стороны мы с вами провязали по узору предпоследнюю петлю, то есть в предпоследнем ряду у нас была лицевая петля, мы провязали лицевой и на нее перекинули кромочную. Сейчас была изнаночная петля, мы провязали над изнаночной и изнаночной и перекинули на нее кромочную. Запомните, что с внутренней стороны, с изнаночной стороны у нас всегда предпоследняя петля провязывается по узору и на нее перекидывается кромочная. С лицевой стороны всегда последние две петли провязываются вместе одной лицевой, независимо от того, какая ложится петля перед кромочной почему так? потому что нам нужно красивое убавление как с одной стороны, так и с другой стороны чтобы были красивые кромочные петельки вот для того, чтобы добиться этого результата нужно сокращать правильно итак, с лицевой стороны мы полностью все петельки вяжем, как и прежде и до последних двух петель последние две петли в лицевом ряду мы вяжем вместе одной лицевой сейчас это изнаночная и кромочная петля мы заводим за кромочную петлю и вяжем кромочную и изнаночную петлю вместе одной лицевой у нас получается, как вы видите, красивое убавление с одной стороны далее поворачиваем на изнаночную сторону первую петлю кромочную снимаем далее изнаночную снимаем, нить перед работой и вяжем лицевые петли, изнаночные снимаем до двух последних петель изнаночного ряда предпоследняя перед кромочной петля у нас сейчас лицевая поэтому вяжем над лицевой лицевую возвращаем кромочной перекидываем на эту петлю провязанную лицевую кромочную петлю и возвращаем обратно лицевую на спицу кромочную снимаем и далее снова лицевая над лицевой изнаночную снимаем лицевая над лицевой изнаночную снимаем и вот что у нас получится сейчас провязав несколько петелек вот они наши две последние петли с лицевой стороны вяжутся вместе у нас посмотрите какое получается красивое убавление как с одной стороны так и с другой стороны я пробовала множество способов чтобы заменить как-то вот этот способ но я остановилась все-таки на нем и с лицевой с изнаночной стороны получается красивое убавление с двух сторон и вот таким вот образом я буду убавлять каждые две петли ряда последние вот так вот по рисунку до тех пор пока у меня не останется на спице 4 петли то есть это из них будет кромочная первое последнее и 2 центральные петли до тех пор я буду вот так вот по 2 петельки оставлять в конце ряда и провязывать по рисунку в какому я уже вам сказала как правильно сокращать до 4 петель последние две петли ряда вот они в лицевом ряду мы просто вяжем лицевой 1 петелькой вот сейчас у нас между кромочными 2 4 6 8 10 петель я буду вязать пока здесь не останется всего вместо 10 2 петли в конце лицевого ряда я сделала убавление и у меня осталось 4 петли я оказалась в начале изнаночного ряда в изнаночном ряду первую кромочную я снимаю далее независимо от узора две следующие петельки я вяжу изнаночной петлей на эту изнаночную переодеваю первую кромочную затем кромочную отправляю к последней кромочной и вот так вот ниточка перед работой переодеваю последнюю кромочную на эту петельку то есть смотрите я сначала провязала получается центральную петлю на нее перекинула первую кромочную и последнюю кромочную Таким образом убавив полностью все петельки. У нас осталась одна петля. Мы ее переносим, привытянув на крючок для удобства. И теперь затягиваем на крючке, делаем две воздушные петельки. Вот так раз и второй раз. Ниточку можете уже отрезать. Я привытащила небольшой краешек ниточки для того, чтобы спрятать было удобно. Вот так вот. Ниточка нам не нужна. Или же, если вы хотите, можете довязать с этих четырех оставшихся петель, я поздно сказала, полый шнур. То есть, если вы не знаете, как делать жгутики, можете связать далее полый шнур. Так как я буду делать жгутики, то я ниточку отрезала. Если вы будете вязать полый шнур, то оставляете изначальные четыре петли, до которых мы делали убавление. Теперь берем крючком. Максимально близко подбираемся к этим хвостикам нашим. Вот так вот. И теперь захватываем крючком и вытаскиваем хвостик по межвязаниям. То есть, если вы посмотрите, то у вас получается полая резиночка создала как бы внешнюю стеночку и внутреннюю. Вот между этой внешней и внутренней стеночкой прячем вот этот хвостик. Он нам уже не нужен. Вот так вот. То есть, этот хвостик должен не виден быть как с внешней стороны, так и с внутренней стороны. Вот он остался у нас вот здесь вот между вязанием. Теперь хорошо подтяните, чтобы у нас ничего здесь не торчало. И все, вот этот хвостик можно отрезать. С другой стороны все точно так же. Прячем хвостик максимально близко подобравшись к нему крючком. Тоже с внутренней стороны. Получается ни с внешней, ни с внутренней. Не видно этого хвостика. И лишь останется нам отрезать с одной стороны остаточек ниточки и с другой стороны. Я не рекомендую вам оставлять слишком длинные краешки ниточек, для того, чтобы по ходу носки они просто у вас не вытащились. Все, у нас первое ушко готово. Второе ушко мы будем вязать точно так же. Все повторяет то же самое. Отрезали ниточку. Берем спицу. И точно так же первую петлю в первом ряду мы провяжем. В последующих рядах мы ее провязывать не будем. А пока у нас кромочная, это первая петля лицевая. Далее изнаночную ниточку перед работой снимаем, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Изнаночную снимаем, лицевую провязываем. Точно таким же образом, как мы начинали первое ушко, мы начинаем второе. Нить перед работой снимаем, лицевую провязываем. провязали лицевую идет к чередованию изнаночная петля и вот так вот мы довязываем до последней петли последняя петля ряда у нас кромочная петля изнаночная с изнаночной стороны поворачиваем кромочную петлю снимаем далее идет у нас изнаночная мы ее снимаем не провязанная лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем изнаночную снимаем лицевую провязываем и вот так Вот вяжем второй ряд, в третьем ряду я предлагаю вам снова хвостик немножечко завязать в вязании начальные 2-3 петельки, чтобы его потом было удобно прятать. Затем продолжаем мы вязать четвертый ряд, пятый ряд и так далее. Как вы помните, мы без изменения вязали до 11 ряда. А затем, начиная с 11 ряда, делали вот это убавление. Точно так же я буду делать убавление с внешней стороны, лицевой стороны я буду делать убавление две последние петли вместе провязывать, а с внутренней стороны предпоследней провязывать и кромочную на нее перекидывать. Это для красивого, ровного, скажем так, края. И вот снова в третьем ряду я спрячу сейчас хвостик, изнаночную не провязываем, лицевую провязываем, изнаночную не провязываем, лицевую провязываем. И все. Вот как раз у меня буквально на несколько петелек хватило этого хвостика. Дальше я продолжаю вязать уже непосредственно рабочей ниточкой смотка. Вот так вот. Продолжаю вязать полой резинкой. Это у нас третий ряд. Далее разверну четвертый ряд. И по одиннадцатый ряд без изменения. Затем, сделав убавление, я прячу хвостики, как мы это только что делали на первом ушке. И буду присоединять жгутики. После того, как довязали второе ушко, оно у нас получается абсолютно одинаковое по сравнению с первым. И нам остается лишь только прикрепить жгутики. Как сделать такие жгутики-завязочки, есть на моем канале отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Мы берем стороной там, где у нас петелечки. Вот они у нас. И кладем лицевой стороной к себе, вот так вот где-то в центре, не слишком близко к уголку. Мы продеваем жгутик и затем делаем петельку. То есть вот так вот. Можете крючок взять побольше, если вам удобнее крючком побольше. На них, в принципе, здесь разницы не сильно сыграют. И вот так вот соединяем. Вот так. Первое ушко. И точно так же делаем со вторым ушком. Берем, вот так вот находим где-то центр. Здесь продеваем петелечку. И еще раз продеваем сквозь эту петелечку весь шнур. Вот так. И все. Наши завязочки готовы. Для тех, кто вязал полный шнур, еще проще, возможно, вам покажется, что проще, ну, скажем, дальше продолжать вязание, чем делать жгутики. Ну, мне нравятся такие жгутики, как смотрится на детских шапочках. Вот. И все. Нам остается лишь только прикрепить к макушке помпончик, если есть желание. Вот так вот это будет выглядеть. Я прикрепила меховой. Можете сделать из тех же ниток, которыми вязали шапочку и делали жгутик. И все у вас получится. Я надеюсь, что у вас все получилось, было понятно и интересно. Поэтому не забудьте лайкнуть. Спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Делитесь моим видео с друзьями. Пока-пока.